Мы никуда не поедем. Не заставляйте меня ждать. Несите сюда вещи. Кассия. Позволь, я решу эту проблему. Реши. Я прошу тебя, реши. Господин Бахатин, я заберу мальчика. Будет правильнее, если Мимо останется у нас, господин Бахатин. Мы как раз хотели поговорить с вами. Дайте мальчика. Он боится такой сумотоки. Посмотрите. Кассия. Скажи отцу, чтобы ему было спокойнее. Раз дело получило такой оборот, нет смысла тянуть с этим. Мы с вашей дочерью поженимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, папа. Мы приняли такое решение. Мы хотели сказать вам в подходящий момент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и по-быстрому распишитесь. И дело с концом. Вы не можете тянуть с этим ни минуты. Конечно, конечно, папа, конечно. Так будет лучше всего. А вечером приезжайте к нам. Выкажите матери уважение и получите благословение, чтобы она вздохнула спокойно. Ладно? Приходи пораньше. Как скажешь, папа? Господин Джимшит. Увидимся вечером. Прости меня. Иного выхода мне в голову не пришло. Меня застигли врасплох. Если хочешь, потом разведемся. Никому об этом знать не нужно. Ты поступай так, как тебе будет лучше. Ладно? В чем дело? Почему ты смеешься? Это так забавно? Просто так, господин Джимшит. Поздравляю. Я рада этому, поэтому рассмеялась. Пусть Осия даст удостоверение. Я подам заявление. Июль 1999 года. Пусть Осия даст удостоверение. Июль-Пусть Осия. Июль-Пусть Осия. Июль-Пусть Осия. Июль-Пусть Осия. Отвечай, Умер. Отвечай. Она говорит правду. Хелин на самом деле не больна? Как так? Ильяс, я сделал это ради нашего будущего. Ради работы. К тому же ты рассуждал как непрофессионал. Когда Хелин попросила меня, мне показалось это логичным. И потом... Ну разве плохо получилось? Да пошел ты со своим профессионализмом. Скотина! Ильяс! 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 Из-за этой женщины я потерялась и я. Я не смог отказать ей, потому что она умирала. Вы подлецы. Вы обманули меня как ребенка. Подлецы. Ильяс! Убирайся отсюда, Умер. Ты меня слышишь? Уходи, чтобы глаза мои тебя не видели. Иначе я тоже заеду тебе сейчас. Ильяс! 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 Тетя, какое удостоверение! Какой муниципалитет! Человек ради удовольствия предложил это. Ему пришлось сделать это из-за папы. Он сделал это, чтобы удержать тебя здесь. Что тут такого? Я опозорилась. Нет, тетя. Это просто немыслимо. Я не выйду замуж. Как я могу просить его об этом? Тетя, можешь мне срочно вызвать такси? Дочка, не сходи с ума. Он ни на что не жалуется. Ассия! Что за напасть? Ассия! Алло, мне нужно такси. На форелевое хозяйство господина Джимшита. Только срочно. Спасибо. Ассия! Зайди-ка в дом. А что случилось? Какие-то проблемы? Она уезжает. Вызвала такси. Она решительно намеревается уехать. Да ты что? Почему? Ты выходила утром на улицу? Нет. С чего ты взял? Я лично повесил пальто на вешалку. Я выходила купить хлеб и забыла. А ты что будешь делать? Раз тебя выгнали с СТО, ты отправишься на поиски работы? Не буду же я тебя содержать. А что такого? Могла бы немного и посодержать. А я посижу дома и отдохну. Пусть жена меня кормит. Ладно. Согласна. Позорься. Куда ты денешься? Ты думаешь, легко жить одной? У тебя на руках крошечный ребенок. Ты умом тронулась? Куда ты поедешь? С тобой даже в маленьком городе приключилось столько неприятностей. Вы чуть не умерли за два дня. А сия, ты с ума сошла? А сия, ты с ума сошла? Ещё и в Стамбуле. На руках с маленьким ребенком. С чемоданом в руках. Без крыши над головой, без работы, без связей, без денег. В большом городе гораздо проще. Я найду чем заняться. Конечно, известно, чем ты займёшься. Ты сведёшь меня с ума от беспокойства и тревоги за вас. Джимшит, но так нельзя. Как я могу ставить тебя в такое положение? Мало я причинила тебе неудобств и беспокойств. Хватит уже. Так не может продолжаться. Продолжение следует...